В Мордовии на сегодняшний день развернули 1885 коек для лечения больных коронавирусом в 14 медучреждениях республики. Напомним, что весенний максимум доходил до 1957 коек. Ситуация становилась чуть легче в конце августа, но сейчас на случай, если есть резервный коечный фонд. Потенциально новыми ковид-приемниками станут 4 медучреждения. 4-я городская и Ковылкинская больницы, Ромодановская и Большеберезняковская поликлиники. Но расширять географию инфекционных госпиталей не хотелось бы, да и понадобится ли. Новые рекомендации Минздрава России смещают акцент со стационарного на амбулаторное лечение. Иными словами, многих оставляют лечиться дома. У пациентов до 65 лет с отсутствием тяжелых хронических заболеваний могут лечиться на амбулаторном этапе. Если восьмой еще рекомендации пациента старше 65 летнего возраста с хроническими заболеваниями уже при легкой степени поражения лечились на стационарном лечении, теперь они могут лечиться и на амбулаторном лечении. Меж тем, статистика Роспотребнадзора Республики говорит, увеличивается число больных среди офисных сотрудников. Дети пока в относительной безопасности, потому что каникулы, которые, впрочем, продлять не собираются. Школьники отправятся за парты 5 ноября. У нас нет оснований переводить на дистанционный режим. Работать будем в штатном режиме с 5 ноября во всех образовательных организациях. На 4 ноября мы сделаем срез. И если какой-то класс будет вызывать беспокойство, то главный санитарный врач вместе с образовательной организацией отработает эту тему. Отработать Роспотребнадзору придется много вопросов. Всероссийский масочный режим и региональный перчаточный в зоне ответственности санитарно-надзорной службы. Рейды продолжатся и теперь заглядывать чаще будут не только к мелким торговцам. Мы обследуем не только мелкие, но и сетевые объекты. И у нас уже есть до этого решение суда по вынесению штрафа в сумме 100 тысяч на ООО «Акроторг». Это магазин «Петерочка», где решение суда уже есть. Материалы в суд направили в отношении магазина сети «Красное и Белое». А новыми поправками в собственный указ глава Мордовии разрешил составлять протоколы за нарушение антипандемических мероприятий практически всем республиканским министерствам. Тем временем Мордовия продолжает нести санитарные потери. За прошедшие два дня медицинское сообщество лишилось двух врачей из Ичалковской больницы. Всего за время пандемии в республике от коронавируса умерли 13 медиков. Потому преференции в вакцинации сохраняют. Олег Маркин рассказал, как чувствует себя после прививки. «У меня после первой вакцинации через три недели появился титр антител класса G. Четыре с половиной. Он еще недостаточен, но я надеюсь, после второй дополнительного вакцины будет достаточно для того, чтобы у меня был иммунитет». Вместе с Олегом Маркиным первыми получили вакцины еще 41 медицинский работник. До конца года в Мордовию поступят 642 дозы, и все они достанутся медикам, что трудятся на коронавирусной передовой. Светлана Лошина, Павел Толобаев. Наши новости.